Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем вторую книгу Ездры, книгу неканоническую. Мы с вами уже прочитали пять глав, сегодня шестая. В предыдущих главах рассказывается о том, как евреи вернулись из плена. Построили жертвенник в Иерусалиме на месте разрушенного храма и жертвенника, начали приносить жертвы, потом они начали восстанавливать храм. Но так случилось, что враги евреев, ну и мы можем понять, что это самаряне, стали им мешать, и евреи остановились на строительстве жертвенника. И это продолжалось до второго года царя Дария. Все-таки это очень давно было, мы уже не можем прямо так вот, прямо вот до точной даты вывести, но это двадцатые годы шестого века. Евреи вернулись в тридцатых годах того же шестого века, проходит где-то пятнадцать лет, и вот евреи опять берутся за строительство храма. Давайте прочитаем, как это происходило. Во второй год царствования Дария, Агей и Захария, где-то пятьсот двадцать четвертый, пятьсот двадцать второй год, где-то приблизительно вот в это время. Агей и Захария, это два пророка, их книги есть в Ветхом Завете, это десятая и одиннадцатая книги малых пророков. Вот Агей и Захария, сын Ада, пророки пророчествовали иудеям, которые были в Иудее в Иерусалиме, а имя Господа Бога Израиля. Тогда стал Зарававель, сын Салафиила, Иисус, сын Ииседека. И начали строить дом Господа в Иерусалиме, присутствие пророков Господних, помогавших им. Зарававель, это потомок царя Давида, но он не царь, в данном случае он просто правитель. Иисус, это имя первого священника, не удивляйтесь этому имени, оно было достаточно распространено среди евреев. И вот начали строить дом Господа, ну то есть храм. В это время явился к ним Сисисин, правитель Сирии Финикии, и Сафравузан. Эти имена там больше не повторяются, вернее они повторяются несколько раз, но только имена. И товарищи их сказали им, с чего разрешение строите вы сей дом, и сей кров, и все прочее совершаете, и кто строители, совершавшие это. Но старейшие на Иудейске обрели милость от Господа, презревшие на пленение, а им не запретили строить, пока возвращено было о них дарю, и получен был ответ. На самом деле евреи имели право строить, потому что царь Кир дал это разрешение, то есть храм нужно было строить, не только жертвенник, но и храм. Но вот эти правители окрестных народов, они мешали, и идея там была, как остановить, сказать, что вот они строят храм и жертвенник, ну это разрешение. Они намекали, что евреи строят не только храм, они еще и город строят. А город, он город мятежный. Вот список с письма, которые Сесини писал и которые послали Дарью в первой книге Ездры. Имя этого человека звучит по-другому, но письмо практически совпадает, поэтому, скорее всего, это просто варианты написания одного и того же имени. Сесини, правитель Сирии и Финикии, и Саввузан и товарищи, начальники в Сирии и Финикии, царю Дарью радоваться. Ну вот это обращение радоваться, это, конечно, греческое обращение, но книга-то до нас нашла на греческом языке. Да будет известно господину нашему царю, что мы, придя в область Иудейской, войдя в город Иерусалим, вошли в городе Иерусалим, возвратившись из плена старейшина Иудейский, который строит новый большой дом Господа, дорогих тесаных камней, полагая в стенах дерева. Тесаные камни и дерево. Вот мы привыкли, что вокруг нас деревья, и деревья мы используем для строительства. Там деревья были большая редкость, и поэтому в здании, что еще и деревья используются, это подчеркивается дороговизна этого здания. И работа сей производится с ревностью, дело успешно идет в руках и совершает совсем великолепие тщательностью. Когда же мы спросили этих старейшин, говоря, с чего повеление строите в этом доме и производите эти работы. Итак, мы спросили, чтобы извести тебе и написать тебе о начальниках их, требовали ли мы от них именной список предводителей их. Они же сказали им в ответ, мы рабы Господа, создавшие небо и землю. И дом сей за много лет предсим был строен царем израильским, великим и сильным, и был окончен. Кто это царь израильский? Это Соломон, конечно. Но как отцы наши грехами своим прогневали небесного Господа Израилева, он предал их в руки на выходной царя, вавилонская царя Халдеев. Халдея – это местность в Месопотамии, и там жил народ Халдеев, и вот поэтому получил название Халдея. А потом это имя перешло на другие народы, и поэтому Вавилония иногда называется Халдеей. Они разрушили дом сей, то есть Халдеи сожгли, а народ отвели в плен в Вавилон. Это произошло в 586 году. Но в первом году по царению Кира над страной вавилонской царь Кира предписал построить дом сей. Это 539 год, когда царь Кира издает указ, разрешающий евреям вернуться и построить храм. И священные сосуды золотые и серебряные, которые Налхадоносер вынес из храма Иерусалимской и поставил в своем капище царь, Кир опять вынес из капища Вавилонского и передал их князям Самоносеру Зарававелю. Вот тот самый Зарававель. И повели ему отнести все сосуды, положить в Иерусалимском храме и построить храм Господа на его месте. Тогда Самоносер, придя, положил основание дому Господа в Иерусалиме и с того времени дальше он строил и не получил совершения. То есть храм еще не построен. Вот этот Самоносар, здесь определенная есть сложность, потому что он упомянут в первых главах этой книги. И кто это такой? Это отдельный от Зарававеля или это один и тот же человек? Скорее всего, это один и тот же человек. Хотя есть вот это непонимание, потому что там в других книгах он назван немножечко по-другому. В общем, есть определенная сложность, кто этот человек. Итак, царь, если угодно, пусть поищет царские корнехранилища Кира. И если окажешься, что в стране дома Господня в Иерусалиме производилась по воле царя Кира, то угодно будет это Господину царю нашему. И пусть дано будет это нам знать о том. Ну, вот они пытаются остановить строительство. Он просто запретить невозможно, потому что царский указ, и тем более персидский, у персов было принято, что если царь выпустил указ, он должен исполняться. Вот. Но все равно пытаются задержать. Естественно, после каждого царя остается куча документов. Иногда они такие мощные, важные. А иногда такие мелкие указы. И вот как будто этот указ где-то затерялся, нужно искать. Что отвечает царь Дарий, к которому они и обращаются. Тогда царь Дарий приказал искать кингер-хоронилищах, находящихся в Вавилоне. И найдено в Экботанах, это один из персидских городов, в городе, находящем в Медийской области, одно место в памятной записи, где написано. Первый год царственной Кира царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносятся жертвы на огне у неугасающем. Действительно, на жертвеннике горел огонь, который не газ. Рассказывали о том, что когда шли весенние дожди, они очень сильные, этот огонь не загасал. Но это было уже, конечно, во втором храме, который уже был потом построен. Высота храма 60 локтей, ширина 60 локтей с тремя домами, стесанных камней с одним новым из туземного дерева. Расходы производить из дома царя Кира. Высота храма 60 локтей. Значит, сколько локоть? Там цифры производят разные от 20 сантиметров или 25 до 40. Ну, 40 редко. Обычно все-таки поменьше. То есть, можно посчитать, какова высота этого храма и ширина этого храма. То есть, это не очень-то большой-то храм. У нас есть храмы куда больше этого храма. Вот. Ну, и дальше говорится о том, что расходы на строительство производятся из царской казны. Священные сосуды возвращаются. И где они находятся. И повелел также наблюдать с Сесини правители Сирии Финики Исаф Рузану. С товарищами их и поставленных в Сирии и Финики начальникам. Чтобы они держались в стороне от своего места. И оставили раба Господа Зараваевля. Здесь князь Иудейская и старейший Иудейский. Строить этот дом Господа в его месте. Здесь пару раз упоминается Финикия. Ну, чтобы... Может, если не помните, где это. Сейчас это, конечно, территория Израиля. Это побережье на севере Израиля. Евреи, несмотря на то, что должны были захватить всю землю, однако так и не смогли до конца завоевать Палестину, Ханаан. И вот эта узкая полосочка земли, она была заселена Хананими и потом получила название Финикия. То есть, что здесь? Царь говорит этим начальникам, чтобы они не лезли к евреям, не трогали Зарававеля. У них есть это разрешение, они должны строить. Обратите внимание, что Зарававель называется князем, а не царем. Я повелелся совершенно отстроить его, то есть храм, и наблюдать, чтобы, возвратившись из плена Иудея, оказывало... было содействие и совершено окончание Дома Господней. И чтобы под эти кели Сирии и Финикия исправно давалось для этих людей на жертву Господу князь Зарававеля, на тельцов, овнов и агнцев. Ну, понятно, что деньги давались для того, чтобы они приносили жертвы за персов. Равно образом, чтобы постоянно каждый год беспрекосновно далась пшеница, соль, вино и масса, как окажутся находящими в Иерусалиме священники, сколько и сдержит на каждый день. Значит, пшеница для выпечки хлеба, который использовался для жертвоприношения, во-первых. Во-вторых, пекли специальные хлеба, которые лежали в храме. Эти хлеба назывались хлебами-предложением. Соль использовалась при жертвоприношении, жертвы солились. Ну, вино и масло используют также при жертвоприношении. Вино для возливания, а масло как для жертвоприношения, так и для светильников. Почему выделяется, а не только тельцы, овны и анцы. Чтобы приносили... Зачем это дается? Чтобы приносили Всевышнему Богу жертвы за царя и за детей его и молись о жизни их. То есть молитва за царя и за правящий дом. При том объявить, что если кто приступит или нарушит что-либо из написанного, то пусть взято будет дерево из его собственных, и он будет повешен на нем, а имущество сделаться царским. То есть такой достаточно жесткий указ с наказаниями. За это Господь, который имя призывается там, да погубит всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать что-либо зло этому дому Господу в Иерусалиме. Я, царь Дарья, определил, чтобы в точности было посему. Конечно, вот этот указ сохранился только в Библии. Но если сравнивать с другими указами, то похоже. Да, царь Дарья не почитатель истинного Бога. Он язычник, но он боящийся Бога. То есть он боится Бога, боится, что если не будет построен дом Божий, не будет приноситься жертвы, не будет совершаться богослужение, все это очень плохо закончится. И поэтому он так вот жестко наказывает тех, кто не будет слушаться царя. Ну и вообще, понятно, царский указ должен исполняться. И никаких там разговоров не должно быть. И кто бы ни был из подчиненных, там даже сказано, что всякий царь или народ, который не слушается царского указа, будет истреблен. Хорошо. Мы с вами прочитали шестую главу второй неканонической книги Ездры. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Exeged. До новых встреч.